Всем привет-привет, мои дорогие! И снова я вещаю вам измертина солнечного. Я возвращаюсь уже, 10 тысяч шагов в четвертый день. Мои дорогие, какое наслаждение я испытываю, когда эти капельки воды попадают на меня, ведь я мокрая, как курица. Как красиво, как классно! Желаю вам прекрасного настроения, позитива, море улыбок, счастья. Поймите, единственное, что мы сами делаем себе настроение. Вот меня никто, например, не заставляет, но я сегодня без будильника проснулась 15 минут седьмого. У меня будильник половина, это, 20 минут. Вот вы понимаете, организм, насколько знает узнанувку, что, Света, ты должна, ты должна перейти эту твую лень. Да, я могла бы пойти просто покупаться, как раньше, но я хотела немножко разбудить свой организм после лета. И это так заряжает на весь день. Я только вчера в час остановилась. Не записывала вам видео вчера, потому что было, думаю, одно и то же. Однотипные видео, может, вам неинтересны. Я занималась чем? Ну, естественно, с утра пребывала здесь. А потом дома рисовала нейрографику на заказ. Затем убрала квартиру, готовила кушать, сделала горох и плов. Муж попросил. Нут, нут. Ой, киса, посмотрите, как она меня напугала, кисуля. Ты сегодня такая сладкая, у меня ничего нету, у меня ничего нету с тобой, телепуся. А где мама? Там на берегу тебе кушать дают. А, петла. Посмотрите, какое сокровище. А как она меня испугала. Вот видите, хорошее приходит к хорошему. Плохое тянется к плохому. Так что, мои дорогие, живите правильно. Любите этот мир. Любите каждый момент в этой жизни. Каждый момент. Потому что он прекрасен, действительно. Мы многое не понимаем, не осознаем. Ищем какие-то к себе проблемы. А нет. Когда у вас нет, допустим, не получается каких-то гармоничных отношений с вашей второй половинкой, с супругом или мужем. Или другом. То вы также должны и посмотреть на себя. Может, что-то у вас не так. Мы готовы обвинять противоположную сторону. Но зачастую нужно разобраться сначала в себе. И посмотреть на себя со стороны. Уйти со своего тела и посмотреть, как себя ведешь, какие у тебя мысли, как ты развиваешься, как ты говоришь. И вы увидите сразу причину. И я уверена, у вас все наладится. Второй половине нужно давать шанс. Почему я задела эту тему? Потому что в последнее время ко мне очень много обращаются подписчиц, которые уже стали для меня близкими, друзьями, подружками интернетными. Интернетными подружками на расстоянии. И мы как-то разбираем их ситуацию. И все решимо. Это очень все легко. Ну, не знаю, кто там рассказывает мне свою историю, я сразу так раз. Здесь причина. Человек начинает меняться, смотрит на себя со стороны. И у него все получается. Не буду много разговаривать. Пошла я дальше. Не хочу останавливаться. Пот течет у меня дождем, прямо градом. Ну, а я и бегу, чтобы искупаться и бежать. Сегодня у меня... Я заканчиваю платье. К сожалению, я вчера только принялась за него в 11 часов. Но я делаю по частям. Так, сегодня остались все самые последние моменты и все. А завтра у нас партия вечеринка с девочками. Пляжная. Ну, естественно. Ой, ты, Боже мой, такой холёсий. Такой холёсий. Такой хороший пёсик. Боже, пёсик говорит, что мне тебе дать? Мне ничего нету, только кофе и вода. Может, водички ты хочешь? А водичка вон там полно. Нет, водички он не хочет. Ну, все, побежала я, мои хорошие. Я не могу от него это льваться. Посмотрите, как он играется. Играется, со мной играется. Видно, ситный, такой холёсий мальчик. Посмотрите. Мальчик или девочка? А ну, мальчик, да? Ай, кусает. Меня кусает так нежно. Посмотрите, какой хорошенький. Играться хочется. Ай, лапуська, лапуська. Ай, лапусечка, лапуська. Ой, такой писуля хорошенький. Чем закончилась история с котёнком? Он нашёл себе новых родителей. И пошёл, и они сразу его покормили. Такие хорошие люди. Дай бог им здоровья. Сейчас я иду завтракать. Покажу, какой сделал салатик красивый. Дома меня ждал мой муж, проснувшийся. И я приготовила такой завтрак. Смотрите, давно не показывала, чем я кормлю и питаюсь. Вот смотрите, вот это ашкыма. Два яйца. Вот это я себе салат приготовила. Фруктики, сыр. Он вкусный вчера ещё принёс. Это варенье абрикосовое. Потом будем есть тенжировое. Наварилось в этом году. Сейчас добавлю ещё два яйца. И будет настоящий цезарь. Приятного нам аппетита. Смотрите, какая красота мне получилась. Это обед у меня. Друзья мои, какая радостная новость. Посмотрите, какую сумочку я купила своему внуку. Так быстро пришло посылка с Хепсибура. А посмотрите, вот это какая. Тут для не портящихся продуктов, да? Мой муж сказал, ой, качество обалденное. Такие бретельки, такие замки, как на моей Адидас. И вот прислали, к сожалению, одну бутылочку. Ну, ещё в дороге завтра будут остальные. А это блендер. Я вам покажу попозже. Что я хочу вам сказать. Я так обрадовалась. Срочно собираю посылку. Потому что наш сосед, который живёт в нашем доме, везёт тур у него по Грузии. И сказал, соберите, что нужно. Я отвезу вам и передам родным. Так я сейчас... То, что мы купили для себя. Рис, томат, конфетки какой-то. Всё, что можно. Я всё сейчас отправлю. Маленькая посылочка, но зато... Вы видите, как мне везёт и моим внукам, и моей мамочке. И вот моя вторая вещь готова. Вот такой комбинезон. Обалденный, красивый. Я молодец. Я молодец. Не знаю, как он будет носиться. Но под моей вот эти... Малиновая очень красиво. Светлану сейчас не остановить. Вот мой лучший особенный день. Вообще день всё отрезаем. Пожарим. Пожарим на 4 сковородки. Мне кажется, это достаточно. 2 кило. Идём мы ужинать. Всем привет, мои дорогие зрители. Сегодня у меня день путешествия. И изучение Мерсина. Я хожу, брожу по улицам. Получаю такое удовольствие. Просто обалдеть. Смотрю, ищу магазины, где продаются ткани. Зашла в такие какие-то районы. Я нахожусь здесь, позади Медикал Парка. Вот видите, там Медикал Парк. Медикал Парк. А что я здесь делаю? Я искала, не придала. Моя подружка. Посылку. И что-то вкусненькое. И её не доставили. А там что-то вкусненькое. Боимся, чтобы оно испортилось. И вот мы 2 дня ходим. И не можем в итоге забрать свою посылку. Я пришла. Они говорят, мы уже отправили домой. Вчера вечером муж пришёл. Они сказали, что пока нету этой посылки. Ну вот как-то так. И вот хожу, я брожу. Хожу, брожу, мои дорогие. Возвращаюсь домой без посылки. А сегодня у меня пикник с девчонками моими. Собираемся на пляжи. Пляжная партия будет. Вот смотрите, там продаётся квартира. Сатылык. Кому надо. Сатылык. Вы видите, с двух сторон сатылык. Новый дом хороший. Так что звоните, пишите. Здесь, это знаете, какой район? Белидия. Белидия. Это район моёй узлема. Где моя узлемчик. Живёт вот этот район. Тут Фьюзбир. И так далее. Всё-таки убеждаюсь в том, что нужно ходить самой, именно без Ашкыма, и изучать город. Смотрите, нашла ещё и МНГ-карго. Юртичи-карго. МНГ-карго. Сколько таких карго. Вот. Век живи, век учись. Раньше этот район был такой неприглядный. Где Белидия. Вот впереди тоже школа. Но такой центр стал сейчас. Моя заловка в таком центре живёт. Помните, раньше был там огород. Ну, а это Бобиль. Бобиль-перекросток. Бобиль-перекросток Бобиль. Вот вы поняли, наверное, где я нахожусь. Хороший тоже район. В Турции, когда открывается что-то новое, вот флажки. Увешивают вот так, оформляют флажками. Пучок флажков. Посмотрите на нас, посмотрите. Говорят, мы открываемся. Мои, у меня какой день сегодня. Прибежала с этого карго. Пожарила уже канатики. Приготовила сарму. Это на пикник я беру. Друзья мои. Намыла фруктов. И вот, получила посылку. Наконец-то карго. Вот это что такое очень интересное. Как интересно. Очень интересно. Посмотрите, какие упаковки. Что-то жилевое. И посмотрите, какие сыры. Это делают все своими руками. Вы видите, 260 грамм, наверное. И до 15 грамм его можно скушать. Домашний горгонзола. Это, наверное, с плесенью. Как интересно, такие коробочки красивые. Видите, делают у нас. Сами дома делают. Так, еще смотрим. Какой это сыр? Италико. 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 Итальянский сыр. Как интересно. Так, следующий. Сугунья я вам показала, да? Следующий сыр. Как иота. И когда можно, вот это до 30-го. Все срок годности. Вы представляете, у сыра яичный срок годности. А мы тут. Все нормально. Ничего не испортилось. И вот. Это, наверное, сыр с плесенью. Мы его не будем открывать. И пятый сыр. Боже, какая красота. Такое делают у нас черкес. Черкесский сыр. Очень интересно. Вот такой продукции, оказывается, делают в Стамбуле. Ну и вот. Вот это интересное мы спросим. Ставьте лайки. Подпишись на мой канал. Не забудь нажать на колокольчик. И поделиться моим каналом с вашими друзьями и близкими. Всех вас люблю. И ценю. С вами Светлана Ата. С вами Светлана Ата.